Протеерей Андрей Ткачёв 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 Мамы стареют и потом на каком-то этапе уже мы как дети кормили нашу маму. После того, как турки захватили Константинополь, греки кормились от русской руки с 15 века по самое падение Российской империи. Так что отношение это самое братское, но и самое сострадательное. Есть вещи, которых у нас нет, у них есть, а у нас нет. То есть у них, например, премьер-министр или президент, принимая присягу, говорит, святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух дали мне святую власть, значит, там, приступить к своим обязанностям. И я полагаю руку на Евангелие, совершая крестное знамение, призывая на помощь Иисуса Христа и Богородицу, торжественно обещаю, что я буду судить, рядить, выполнять свою работу так, как хочет от меня святой Бог. Если бы наши такое говорили, я плакал бы от умиления возле телевизора. Клянусь вам, если бы наши президенты, вступая в должность, наши премьер-министры, наши всякие, как у ирландцев, например, мы и народ Эйре, прекрасно понимаем, что святая Троица – источник всякой власти, красоты, блага и силы. Кланяясь к Богу Святому в Троице Единому, мы, народ Эйре, говорим, там, это преамбула Конституции. Если бы у нас были такие законодательные акты, я бы их целовал и клал бы на престол в храме. У греков это есть до сих пор. У них закон Божий преподается в школах, у них священники являются как бы чиновниками, что церковь государственная. Священник, например, если не по форме одет, ему полицейский на улице может сделать замечание. Полицейский, потому что священник считается, ну, как бы, представителем государства. Он получает зарплату от государства. Когда нас спрашивают, а вы получаете деньги от государства? Я говорю, вы что, смеетесь, что ли? Ничего не получают. Говорят, как? Вот спрашивают иногда люди, наши, наши люди. Они думают, что церковь наша получает деньги от государства. Кто? Никто. А греки, да, получают зарплату каждый месяц. То есть церковь содержима государством. Но при этом современный каток этого новейшего мировоззрения, это новое, так сказать, мироощущение, дивный новый мир, оно вынимает из людей душу. Формально они все еще христиане, как бы, а душу из них можно вынуть. Потребительством, это у них в голове могут только распродажи, там, деньги, котировки, курс валют, как бы, башка забита цифрами, и глаза горят только на доллар. А сердце уже Христа не любит, как бы, и все. Были такие времена, знаете, когда турки захватили Грецию, Византию, то там получилось так. Открыто отступили от Господа очень мало греков. Сознательно, открыто сказали, я в Христа не верю, я буду мусульманин. Там, одели на себя, там, эту тюбетейку, значит, там, обрезались, как бы, и взяли мусульманское имя. Их было мало, там, скажем, один процент. Людей, которые пролили кровь за Христа, тоже не было очень много, тоже, скажем, там, один процент. Я умру за Христа. И умерли за Христа. А вся остальная масса греков были так называемыми криптохристианами. Люди, которые формально принимали ислам, принимали мусульманские имена, вместо Иосифа стали Юсуфами. Тайком продолжали крестить детей, праздновали Пасху и Рождество тайком. Но приходили в мечети, молились с турками все, как бы, по внешности, все приняли. То есть все архитекторы, которые строили вот эти вот все эти мечети, это все были греки. Все флотоводцы и полководцы были потурченые греки, которые пошли на службу в турецкую администрацию, взяли турецкие имена, взяли турецких жен, стали соблюдать эти все там намазы, адаты, шариаты. А в тайне сердца они, якобы, хранили там христианскую веру. Приходили в Святую Софию, как в мечеть, становились на колени, когда имам скажет там, ла-ла-ла-бум. И там при себя шепотом в пол читали «Отчи нашей жизни на небесе», там в Софии. Или там «Веру его единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли». А по наружности совершали намаз вместе с имамом в мечети. Это жутко, но это так. То есть таких людей было там 90%. И со временем они все превратились в турков. Когда Косма итальйский был такой, святой Косма итальйский, когда он ходил по Греции и учил людей верить в Христа, то он находил в греческих деревнях одних турков. Они были бритые по-турецки на лысо, они ходили без крестиков, они не знали воскресного дня, молились по пятницам, джума, там, так называемая, это значит. И он учил их, говорил, учите детей греческому языку, оденьте крестики, снимайте тюрбаны, отпустите волосы мужчины, отпускайте бороды по православному. Он учил их элементарным вещам. Так что они прожили это, вернулись опять к вере своих отцов, к православию. Ну и я, конечно, надеюсь, что все у них будет хорошо, хотя современный враг в лице этого новейшего либерализма, этого антихристианского, он оказался не менее опасным, чем все враги предыдущие. Какие враги были у христианства? Агрессивный ислам, агрессивный национализм, агрессивный социализм. Сегодня это все уже отошло в сторону, кроме агрессивного ислама. ИГИЛ до сих пор угрожает, ну всем, не только христианству, всем. Он и мусульманам нормальным угрожает. Но сегодня есть новый вызов. Из людей вынимают душу. И они уже как заводной апельсин. То есть вроде он человек, а у него уже внутри счетная машинка, которая деньги считает, и больше ничего не интересует. Только деньги и удовольствие. Все. Я думаю, что со временем проблемы всех стран будут примерно одинаковыми. Что сегодня сохраняется некая пестрота. У одних одни проблемы, у других другие проблемы. У одних, например, нет проблемы выйти замуж и жениться. А у нас есть, например. Это реальная проблема нашего общества. У кого-то там нет проблем, скажем, с деньгами, например. У других там есть проблемы, бедно живут. Будет такое время, когда все будет выравниваться, когда проблемы все будут одинаковые. И мир будет приблизительно одинаков. По крайней мере, к этому идет. То есть мировые режиссеры делают все для того, чтобы мир был примерно одинаков. И тогда их проблемы будут нашими проблемами, наши проблемы будут их проблемами. Мы будем прекрасно понимать друг друга. Сегодня мы уже понимаем друг друга. А вот, например, я в Бога верю, там мой ребенок крещеный со мной в церковь ходил, но с 12 лет как будто его подменили. В церковь не ходит, как бы, служит какую-то сатанинскую музыку, хочет на себя наколки набить там, как бы, и вообще мне не слушается. Это где такая проблема? А везде. И в России, и в Греции, и в Болгарии, и в Сербии, и в Африке. Везде. То есть это примерно понятно, потому что дух мира один и тот же. Вот так что я думаю, то, что сказал этот владыка-метрополит, патриарху, то есть помолитесь об Эладе, потому что 40 лет Евросоюза убили нас больше, чем вас 70 лет коммунизма. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Елена. Я из подмосковного города Раменска. У меня такой вопрос. В основном православие за границу, за рубежи России распространялось после революции, когда были массовые репрессии, когда люди уезжали. Соответственно, создавалось очень много наших церквей за рубежом, прихода, в общин. А вот если бы этого не было, как вы считаете, вот распространилась бы так именно русская православная церковь за наши пределы, и в наше время возможно бы было вот такое распространение? Спасибо. Я думаю, что нет. Я думаю, что то умонастроение, которое царило в нашей церкви до революции, оно отличалось с такой, значит, спокойным благодушием. А зачем нам куда-то там еще идти, что-то там делать? Ну, хотели идти и делать внутри своей империи, внутри Российской империи. Был архи-большой проект, это христианизация инородцев. Это не оскорбительное было слово, это нормальное слово. То есть все, кто были за Уралом, там всякие ханты, манси, значит, там, и интельмены, коряки, там, и чукчи, и венки, вот все вот эти множество, множество, великое множество народов, там, исчисляемых сотнями малых народов, без письменности, без ничего. А была поставлена цель охватить эти огромные просторанства православной миссией. Им нужно было принести к ним букварь, медицинскую аптечку, научить их молиться, креститься, веровать и так далее. Что было достаточно успешно сделано. Ну, была там, Алтайская миссия была в 19 веке, потом, на севере, там, трудами некоторых энтузиастов, Иннокентия Вениаминова, других. Церковь сильно потрудилась, очень сильно. В Якутии, например, там, и вот на Дальнем Востоке, там, где была Благовещенск, Амур. А вот за рубеж, у нас даже мысли такой не было. Мы даже об этом не думали. Но, видимо, Бог думал за нас. Божьи жернова, когда начали молоть эту всю эту ситуацию, и там еще у Божьей, видимо, еще метла есть Божья, она вымел за пределы Российской Федерации, ну, Российской Империи, огромное количество людей, ну, необычных. Попали туда и архиереи, и архимандриты, и игумены, монахи, религиозные философы, Шестов, там, или Ильин, там, Бердяев, там, Булгаков. Вот. Они принесли с собой эту богословскую тревогу. Они, причем, были спокойно, говорили на разных языках, они были и франкофоны, и германофоны. Они спокойно читали лекции на разных, там, на французском, на английском, на немецком. Они заразили западный мир такой каким-то неслыханной такой какой-то влюбленностью в Христа, и желанием весь мир перестроить по правде Христовой. Только дали импульс религиозной философии. Они начали строить храмы, да, начали строить храмы. Эти все бывшие генералы, бывшие дворяне, которые теперь служили швейцарами и сантехниками, они стали строить храмы, издавать журналы, основывать церковно-приходские школы, институты, различные заведения учебные. И православие получило странный рост в странах изгнания. И поэтому святой Иоанн Максимович Шанхайский говорил своим соотечественникам, говорит, вы не в изгнании, вы в послании. По форме нас выгнали, но по сути нас послали на дело. То есть вы посланцы. Что у вас самое хорошее в жизни осталось? Поместья ваши дворянские разоренные, как там пели, это значит, и девочек ваших идут в кабинет. Комиссары теперь живут в ваших поместьях, там основали себе свои теплые гнезда. Все, что вы имели в своих руках, вы потеряли. Вы только взяли свои документы, деньги, что успели, детей под мышку, и уехали. Но у вас есть вера. И вы теперь обязаны жить по вере, поскольку вы наказаны за то, что вы по вере не жили дома. Ну, надо согласиться с тем, что для многих людей вера была какой-то такой, как ненужный довесок к жизни. Они жили чем хочешь. Кто-то картами, кто-то политикой, кто-то конями и псовой охотой, кто-то любовными интригами, кто-то театром, кто-то наукой. А верой жил кто-то мало. И вот эти все, когда эту массу всю выгребли за рубеж, они вдруг очнулись и стали жить верой. Они начали каяться. Ностальгия – это такая тетка вредная, что она из кого хочешь слезы выжмет. Кто из вас бывал за рубежом и скучал по родине? Ну, так получалось, да? Допустим, что поехал на месяц, например, через неделю уже воешь волком, уже думаешь, когда бы вернуться уже быстрее. Потому что ни с того ни с того ностальгия, да. Она есть у человека. А когда ты понимаешь, что никогда не вернешься на родину, никогда, и что ты жил на родине, как свинья, и ты не любил ее, эту родину, потому что ты разговаривал по-французски на родине. А теперь, когда ты во Франции оказалась, теперь ты по-русски разговариваешь. Вот теперь во Франции ты разговариваешь по-русски и читаешь Пушкина и плачешь. А дома ты разговаривал по-французски, среди таких же, как ты. Курил английские сигары, рассчитывал с американскими долларами. Вот, и хвалил немецкие машины. А теперь ты за рубежом плачешь, воешь, никогда не вернешься. И все-то у тебя русского-то и осталось, что только, значит, крестик на шее и память о маминых молитвах. И теперь ты начал худо-бедно говорить, Господи, прости меня, Господи, помилуй меня. И пришел в церковь на Марии Настояние, на субботу Акафиста, и на память преподобного Серафима, на память преподобного Сергия. Это и была твоя родина. Вот это все, что от тебя от родины осталось. Вот они бы никто бы сам этого не сделал. Они там оказались, в этих всех Аргентинах, Палестинах, именно со, знаете, со знаком сапога на спине. Но потом оказалось, что они там полезные. Они стали полезными и в инженерном деле. Ведь русские талантливейшие люди разъехали. Вы знаете, например, что известный этот мотоцикл Харли Дэвидсон, да? Культовый байк американский. Про него там куча фильмов снятого. Его придумали два русских мужика, Харламов и Давидов. Вот и Харли Дэвидсон. А русские эмигранты в Калифорнию привезли, например, искусство виноделия из Крыма. Потому что в Калифорнии сейчас растут прекрасные виноградники. Там делают американцы вкуснейшее вино. Они даже не думали, что американцы вообще невинная нация. Там у них в Бостоне варят пиво, вообще они все пьют виски. А вино им как бы неинтересно. Вино это французская такая тема, итальянская, крымская, русская. И вот русские изгнанники из Крыма завезли виноделие в Калифорнию. Американцы там сейчас понюхаешь и уже пьяные. Такое вкусное вино делают в Калифорнии. Чудесное. В Белграде, например, было огромное количество наших архитекторов. Они застраивали Белград, как бы Белград новой застройки. Он застроен по чертежам русских архитекторов после изгнания. То есть не только церковные люди. Приехали умные люди с профессией, с талантом, с дарованиями. Они писали книги, они писали картины, они писали музыку. Один Рахманином чего стоит, да, из тех изгнанников, не вернувшихся, лишь Аляпин. К сожалению, они бы сами не поехали. Бог их выгнал за нечестивую жизнь на родине. Выгнал за рубеж, чтобы они там покаялись, заплакали и стали настоящими русскими. Люди, живущие за рубежом, они гораздо более русские иногда, чем люди, живущие дома. Вот еще парадокс какой-то. Понимаете? Они там очень сильно чувствуют, что нас мало. Нас здесь кот наплакал. Нам нужно беречь себя. Нам нужно с детьми дома читать книжки. Нам нужно разговаривать с ними. Телевизор выключили, взяли в руки Тургенева, Андрея Белого или Сашу Черного. Что не будет на русском языке, чтобы дети знали русскую книжку. И в воскресенье в церковь обязательно все. Если так не будет, нас просто растворит эта жизнь. Мы исчезли. А мы здесь живем так, ах, нас много. Все мое. Все кругом колхозное, все круг мое. Иллюзия того, что нас много, убивает нас здесь, на родине. Потому что мы даже не чешемся. А когда попадаешь за рубеж, ты начинаешь чесаться. Тебе начинает тревожить твоя православность и твоя русскость. Она не должна исчезнуть. Так что они там часто бывают лучше, чем мы здесь. Потому что им дорого дается все это. Нам дается, тьфу, пожалуйста, вышел из дому, завернул за угол церковь. Обошел эту церковь, вернул за угол церковь. Там завернул монастырь. Там завернут церковная лавка. Там завернут еще церковь. У нас все слишком легко. А там надо встать. Во-первых, найти по карте ближайшую православную церковь. А, ортодокс Чоч, 250 миль ближайшая. Да еще и не русская. Еще, например, румынская. Или антиохийская. А где там румынская ортодокс Чоч? Ага, там 300 миль. Ну что ж, раз в неделю не поедешь. Там все деньги считают. Там бензин дорогой, значит, тебе будет дорого выходить. Но раз в две недели, раз в месяц, обязательно, в 5 часов утра подъем. И драйвуешь каром 300 миль, значит, до русской церкви. И там уже не можешь после службы сразу домой пойти. А там, конечно же, остаешься и поговорить со своими, пообщаться. И чаю попить там. Там кто пьет, тут спеть, что-нибудь, кто играет, что-то сыграет. Друг там какие-то деньги собрать на какое-то общее дело. Там дети в это время там занимаются чем-то своим. А уже к вечеру ты наелся своей этой русскости. Тебе на две недели вперед. Опять садишься за баранку и драйвуешь обратно. Вот, на своем каре. Значит, потому что в понедельник на работу, как бы, вот так и живешь. Говорит, эх, я свинья бессовестная. А ведь в Иркутске жил через дорогу от церкви. А второй говорит, и я свинья бессовестная. Я в Киеве жил через 2 метра от Лавры. И не ходил туда. А мне не надо было. А теперь я 300 миль езжу раз в месяц, как бы. И умру, если не поеду. Потому что у меня просто бензин кончится. Все. Понимаете? Так что это великая трагедия нашей жизни. Но в этой трагедии есть такая оптимистическая трагедия. Там есть такой очень вкусный момент. Что раз ты не можешь жить по-человечески здесь, пошел отсюда, живи со слезами там. Это нас тоже касается. Не можешь жить нормально, пока здоровый. На тебе заболей, теперь будешь каяться и молиться. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Удар, из Белгородской области. А как вы считаете, можно ли православным христианам подсчитать святых другой церкви? Например, католической. Прекрасный вопрос. Во-первых, огромное количество святых, которых мы, так сказать, считаем, например, католическими. Они на самом деле не католические, не православные, не всецерковные, не всехристианские. То есть они вот католические в смысле принадлежности к кафолической церкви. Как мы там говорим в символе веры. В веру во единую святую соборную апостольскую церковь. А католик говорит, веру в единую святую католическую церковь. Это игра слов. Вот, например, вы Эдуард. Я помню время, когда, например, люди приходили в церковь, писали записки о здравии Эдуарда, а наши бабушки святые на свечном ящике, эти бумажки им кидали обратно, говорит, нет такого, забирайте, нет такого, нет никакой Цицилии, там какого-то Эдуарда, значит, какой-то там Мартирия, там нет никого. Есть только Иван, Петр, Вася, там Дуся, значит, и все. То, что я привыкла, то и есть, а остального нет. Оказалось, есть Эдуард, король шотландский. Есть благочестивый, праведный, благоверный король Эдуард Шотландский. Отличался храбростью, милостью, как Людовик святой во Франции, как другие святые короли Запада и Востока. Так что здесь нужно разобраться. Если до 11 века, то там все наше общее. Есть такие, которые сильно почитаются на Западе, которых мы почитаем меньше, а не больше. Допустим, там святой Христофор, там святой Бонифаций. Бонифаций. Много, там огромное количество святых, которых мы даже не знаем. Вот об этом говорил, кстати, Иоанн Максимович. Он говорил, что православные русские люди не знают тысячи святых ирландских, шотландских, гальских, то есть французских, итальянских, германских святых. Они их не знают, потому что как бы они мимо святых наших прошли. А вот те, которые уже позже, позже, после 11 века. А там есть такие люди, которые достойны удивления, внимания, уважения. Возможно, даже и молитвы. Но я бы поостерегся. Есть такой черногорский город Котор. И там в этом городе Которе есть такая святая Асанна. Она вроде тех вот визионерок, таких католических монахинь, которым являлся Христос, и которые там такие вот, именно визионеры такие, которые видели, что такое. Это была маленькая девочка, девочка из православной семьи, которой постоянно являлся Христос. Она об этом говорила своим родителям, но те, кто сомневались, от Бога ли это, они их не знали, может, какое-то прельщение. Она пошла к католическим монахиням, те ее забрали к себе, и она была у них в монастыре. Умерла очень молодой. Она маленькая, там мощь ее такие вот, как ребенок. Но ей там были продолжались эти видения. Католиками она канонизирована, православными нет. Там рядом с православной святыней, вот этот католический храм там с ее мощами. Молиться, например, этой святой, я не дерзну, не потому что я там сомневаюсь в ее святости, просто потому что церковь меня не благословила, мне этого. То есть я не буду спешить бежать впереди паровоза. Я, например, знаю священника, который молится Жанни Дарк. Ну, это любят ее. Ну, любят ее, да. Ну, а трудно представить себе, что она не в раю. Потому что она такая, она тоже была такая визионерка, там, и слышались голоса. К ней приходила святая Маргарита, святая Екатерина, архангел Михаил, там, она там воевала, там. Ее потом бедную сожгли ни за что. А потом сказали через много лет, что мы сожгли ее по ошибке. Она же была канонизирована церковью католической. Ее же сожгли как ведьму. А потом сказали, ой, мы ошиблись. А потом сказали, ой, она святая. Я знаю людей, которые настолько влюблены в нее, ну, как бы, вот, в образ этой святой Иоанны. Больше всего ее пугало, что ее похоронят в неосвященную землю. Я же когда говорю, признайся, что ты ведьма, иначе мы тебе не дадим причастия и похороним тебя в неосвященную землю. И это было для нее самым страшным этим самым. Мне не дадут причастия. Меня похоронят в неосвященную землю. А, сейчас. Понимаете, я говорю. Так вот, я знаю людей, которые так влюблены в эту святую Иоанну, что прямо у них в душах хочется и молиться. Я бы поостерегся. Не потому, что это грешно. Потому что церковь моя не сказала мне, что можно. Давай, смело, давай. А когда церковь моя скажет мне, возлюбленные о Господе чадо Святой Православной Церкви, за пределами нашего мира есть много настоящих святых. Например, такой, 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 такой. И вы можете призывать их в молитвах. Я скажу хорошо и буду призывать их в молитвах. Если такое будет. Если такого не будет, я, ничего страшного не будет, потому что святых довольно много. Но вот те, которые были до 11 века, здесь вообще сомнений нет. У них будут сложные имена какие-нибудь, да. Какая-нибудь Брунхильда, например, какая-нибудь, Катаклотильда, какой-нибудь там, Олаф, там, какой-нибудь еще там, Коломбо какой-нибудь. Но это будут наши православные святые. Вот. Так что вот этим можно молиться смело. А вообще интересоваться, конечно, неплохо бы историей христианской церкви, христианской жизни, христианского мировоззрения, вероучения за пределами нас. Потому что много есть тоже интересного и достойного внимания. Так что я рекомендую вам. Вот святой Иоанн Максимович носил при себе такую сумку с мощами святых. Прям сумку с мощами. Он ездил по старым монастырям, находил святые реликвии, которые уже никому не нужны на Западе. А он говорит, дайте мне. Ему давали, и он носил прям с собой сумку с мощами святых угодников Божиих, живших в Западной Церкви. Он говорил, что на Западе не будет ничего доброго, пока западные христиане не будут молиться своим святым, которых они забыли. А мы, православные, оказавшиеся на Западе, обязаны узнать о них и почитать их. И таких святых очень много. В Германии, Англии, местно чтимые, в Италии. Это очень хорошая тема. Ей можно всю жизнь заниматься, этой темой. Здравствуйте, меня зовут Алина, я из Москвы. Для меня вот поднятая тема, она очень близкая. Я работаю в иностранном компании, то есть я имею возможность общаться с иностранцами. Более того, я знаю английский язык, то есть немножко глубже, чем просто на бытовом уровне. Я не могу поговорить. Я, то есть выезжаю за границу достаточно так часто. К примеру, я нахожусь в Греции, выходной день, воскресенье, я иду в храм, иду в платке. Соответственно, я там нахожусь в платке одна. И я сейчас чувствую, что на посудной лавке на меня все смотрят. Мне неудобно без платка, просто мне некомфортно без платка быть на литургии в воскресенье. Им некомфортно то, что я нахожусь как мусульманка у них в храме в платке. У меня вопрос такой, а как, знакомясь с традицией, мне кажется, это важно, находясь в приходах в разных странах, в Америке, какие здесь опасности? Я переживаю, что с одной стороны я могу как-то, ну, не будучи сведущей на полную меру в канонах, что-то там приступить. И с другой стороны, вот как не обидеть местных, да, вот как бы... Я понял. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что платок одевать на службе надо, потому что здесь греки пошли вниз. Они упали в святости, что ли, да? А если обычай местный поднимает нас в святости, то мы должны его с радостью соблюдать. Например, разуваться в храме хорошо бы. Вот это очень хорошая вещь, разуваться в храме. По крайней мере, в древней церкви была такая обычай, например, священник одевал литургическую обувь. То есть в алтарь священники входили не в том, чем ходили по улице, они переобувались. Или были там босиком. Сейчас у нас этого нету. А на Востоке до сих пор это сохранилось. Вот то, что в мечетях они делают, так же делают и в церквах. Многие в церквах разуваются. Или в алтарь заходят и разуваются, и босиком служат в алтаре. Кстати, тот же Ян Максимович, мы часто вспоминаем его, он служил всегда босиком. Он даже и по улице босиком ходил, его называли босоногий Жан. Во Франции его называли Сен-Жан-де-Пьедню, святой Жан с босыми ногами. Я, например, был бы за, только если бы служить, например, босиком. У нас вообще-то холодно еще, вы поймите, что это тебе не Восток. Одно дело босиком служить, например, в Сочи, да? А другое дело босиком служить где-нибудь там в Тюмени. Это разные вещи. Но там, где тепло, там можно служить разуваясь. Один христианин из Индонезии, там их мало очень, в Индонезии вообще все мусульмане. Это самая большая мусульманская страна по населению. 250 миллионов населения почти все мусульмане. Но там появились христиане не так давно православные. И он говорит, что мы разуваемся в наших церквях. Потому что, потому что мусульманин, если придет к нам посмотреть, как мы молимся, он не поймет, если мы будем обутые. У него в сознании есть такое, приходишь в святое место, разуйся. А это, в общем-то, имеет полное отношение к богоявлению Моисея. Помните, когда ангел в купине разговаривал с Моисеем? Он говорит, разуйся, то есть сними нос, сапоги с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, святая. На самом деле, это очень важный знак. Снятие обуви перед заходом в храм. Но это легче делать в сандалиях или шлепанцах. Конечно, когда там в зашнурованных ботинках, в сапогах, зимой у нас. Это нереально. Это может делать только летом в некоторых случаях. Ну, вообще, тема очень интересная. Покрытие головы – это обязанность, конечно, наша. И то, что греческие женщины поснимали с себя головные уборы, это пришло к ним вслед за спесивостью и наглостью современных женщин. Не потому, что они такие там, что им жарко просто. Просто современные женщины, они больны феминизмом таким там. Им хочется, чтобы было комфортно, удобно, как я хочу. А я думала, это потому, что среди мусульман они показывают, что они не мусульманки. Пусть берут пример с мусульманок в некоторых вещах. Я так считаю. Потому, что, конечно, если мусульманка, например, с головой покрытая, но все накрашена, есть такие тоже красавицы. В хиджабе, в мини-юбке, например. То есть, такое можно встретить. Мини-юбка, карлуки и хиджаб. Ну, абсурд полный. Но, тем не менее, причем мир развращает всех. Но если ты видишь мусульманку, одетую прилично, как бы, и видишь нашу, которую почти раздетую на улице, то, конечно, бери с нее пример с мусульманки. Потому, что пример нужно брать со всех, у кого его можно взять, у кого можно что-то научиться. Ну, и что, что они мусульмане? Если они целомудреннее, значит, будьте, как они. Но к обрядам чужим нужно присматриваться. Знаете, интересное такое, расскажу такое. В Сербии на Рождество сжигают такие всякие хворост, деревья. Знаете, люди отслужили, отмолились, например, ночную службу, рождественскую литургию. И выходят на площадь возле церквей, и тащат какие-то там деревья всякие, какие-то старые, сухостой всякий. И такой большой костер такой горит, из всяких таких сухих дров. Каждый приносит с собой какую-то корягу и сжигает. И там, говорит, а что это символизирует? Это типа на наши грехи сгорает, это все сушь такая-то, то, что не плодоносит, то, что не цветет. Ну, и там наши там были какие-то барышни-поломницы, говорит, а что каждый должен какую-то корягу сухую здесь сжечь? Говорит, ну да. Говорит, а какого размера, какого? Говорит, вот чем больше грехов, тем больше коряга должна быть. Ну, они пошли, значит, минут через 20 тащат целое дерево вдвоем, восприняли так покаянно, значит, так у нас нет такого-то костросжигания такого, интересно, такого у них-то. Или, допустим, в Румынии священник разоблачается, когда его окружают прихожане, и он бросает им детали своей одежды на руки. И Петрахиль, Филонь, Поручи, Пояс, там, и-поди-поди. И люди это все как бы так, ну, ловят, как бы, как святое. Вот. Или, если видели, в Греции, когда совершается вход на Хюрувимской, он совершается по всему храму. По всему храму. Видели когда-нибудь, да? Вот. Священник с чашей выходит из алтаря, идет вдоль стены, вот так вот до середины храма возвращается обратно и совершает поминание. Там, великого господина, там, и всех вас, христиан. И в это время, когда он идет вдоль храма, люди, находящиеся в храме, ловят его за Ризу. Вот так, как бы, вот так вот, как бы, за Филонь. Вот так, лихонько, и так, как бы, стремятся прикоснуться к себе. Потому что он с дарами идет, и они, как бы, за край Ризы его касаются. Это очень трогательно наблюдать, как бы, вот, как кровоточивая к Христу, за край Ризы. Такое вот, это, и он так совершает это поминовение. Такое, вроде, мелочь такая, а она как-то сразу закрашивает. Та же самая литургия, те же молитвы, та же вера, тоже все. А вот какая-то деталь такая, обрядовая, и уже все по-другому. Ты уже, как ты думаешь, а что это? Как интересно, слушай, вот у нас так нету, так, ну, а так надо, не надо, может быть, нам тоже так надо. Ну, сразу такая начинает, игра ума такая начинается. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Анна, Донской храм, город Матища. У меня вопрос о причастии. Мы часто отдыхаем в Черногории, там сербская православная церковь, и мама водит моего брата. Ему меньше семи лет, поэтому там, как бы, проще. У меня вопрос с исповедью, с языковым барьером, ну, и вообще, с этим таинством. Как быть? Языковой барьер этот решается мы следующим образом. Если священник допускает вас до причастия, да, то единственное, что от вас требуется, это искреннее внутреннее раскаяние, то есть со страхом Божьим верою приступайте. Я не вижу в этом какой-то большой проблемы в том смысле, что мы привыкли, что перед каждым причастием человек исповедуется. Но это мы так привыкли. В других церквах православных этого нету. И там человек причащается часто, без непосредственно исповеди накануне, а он исповедуется, когда захочет, то есть когда у него там есть необходимость очистить душу покаянием. А потом причащается, например, там и раз, и два, и три, уже не прибегая к этому. Значит, церковь в данном случае доверяет тебе, доверяет твоей совести, доверяет твоему личному внутреннему покаянию. И ты приступаешь к чаше, как разбойник, небо врагом твоему тайному поэму, я как разбойник исповедую тебя, помяни мне Господи во царстве твоем. И священник, видящий тебя, зная, что ты иноязычная, но ты православная, видит по тебе, это же видно по человеку, он идет вообще причастен на всякий случай, или он действительно идет, потому что он хочет принять Христа в себя. Я неоднократно исповедовал иностранцев. Были случаи, когда я знал язык, и они писали там или говорили, а были случаи, когда я не знал, если, допустим, я французов исповедовал, то есть они говорили просто свои грехи, но я понимаю, что они каются. Я понимаю там только восьмое слово после семи. Вот. И я давал им разрешение или пускал их причастию так. Ну что мне требовать от него, если я вижу по нему, что он Божий человек, и он кается в грехах своих, что еще нужно? Обязательно нужно, чтобы я услышал эти грехи? Нет, наверное, Господь знает, иди. Так что здесь нет проблемы. Здесь вопрос понимания священником твоих речей, как бы он вторичен. А первичен вопрос твоего отношения к причастию. То есть я каюсь, я знаю, что я грешница, да? Я знаю, что здесь Иисус, в этой чаше Христос. А я грешник, прихожу к нему как кровоточивая, как блудница, прихожу, принимаю Христа, Спасителя. И это видно, если человек подходит с таким сердцем, он сразу видно. Неоднократно священники с чашей стоя на амвоне смотрят, только идут люди к причастию. Один, два, три, четыре, пять, стоп. Какое-то чужое, сразу какое-то чужое лицо какое-то. Хоть он не знает никого лично, например, да? Сразу спрашивает, а вы когда причащались в последний раз? Он говорит, никогда. А сегодня вы были на... Нет. А когда пришли в храм? Только что. А, ну, вы подождите, потом мы поговорим с вами. Сразу видно чужого, как будто у него печать на лбу. Видно свои, 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 свои. А и чужой. Ты кто? Говорит, там, я не крещеный, я пришел просто посмотреть. Ну, все пошли, я пошел. Бывают такие случаи. Так что священнику видно, и он доверяет вам. То есть идет ко Христу человек, желающий Христа. Все. Это самое главное в причастии. Главное не то, чтобы ты все сказал, чтобы я все услышал. Главное, чтобы ты знал, к кому ты идешь, и с покаянием, со страхом Божиим и верой приступал к чаше жизни. Это самое главное. Здравствуйте, отец Андрей. Меня зовут Мария, студентка филологического факультета Московского государственного университета. У меня такой вопрос. Почему в католических храмах есть скамейки, люди сидят, а в наших храмах на службах люди стоят? Хороший вопрос. То есть сидение или стояние, как раз, не определяет православие, безусловно. Филарет Московский говорил, что лучше сидя думать о Боге, чем стоя о ногах. Может быть, этот вопрос изменится, потому что старики, старушки, например, они измучиваются от этого. А в православных церквях тоже могут быть лавки. То есть лавки, скамейки, это не прерогатива только лишь католических церквей. Лавки, скамейки могут быть также и в православном храме. Или вдоль стены, как это бывает в монастырях, например, в том же Афоне. Вдоль стены стасидии. Службы такие длинные, что там никто их не выстоит. Бывает там в стасидии, там даже не сидишь, там просто на локти опираешься. Там такие перильцы, такие там на локтях висишь, а ноги отдыхают. Потом есть у нас кофизмы. Это от слова сидеть. Когда псалтирь читают, нужно, в принципе, сидеть. Потом даже есть такие сидалин, кофизма, сидалин там. Сидалин, значит, надо сесть. А вот акафист, надо встать. Акафист не сидать. Поэтому, а мы на кофизмах стоим. А на кофизмах бы хорошо бы сидеть. Поэтому в храмах мы их сокращаем, чтобы людей не мучить. Поэтому вместо двух кофизм читают половину какую-то одной, там, или псалом за славу. Потому что, если бы мы сидели, нам было бы легче. Да, это вопрос, действительно. Потом некоторые приносят с собой сами свои рыба, как рыболовы. Вы знаете, такие рыболовские стульчики, такие бабульки. На великим постом. А ну-ка, настойся на больных ногах. Это хорошо еще, пока тебе 25, а будет тебе 75. Много настоишь. На палочку опираются люди, там, или стульчики разворачивают, садятся. Значит, такое. Раз они все равно садятся. Или там лавки есть вдоль храма, но их мало. Значит, может быть, кто-то поставит лавки, будем сидеть. Но тогда нужно и службу длиннее служить. Возглас, премудрость, просите. Это что означает? Премудрость, станьте прямо. Это возглас, обращенный к людям, которые до этого сидели. Премудрость, просите, услышим Святого Евангелия. Это значит, они сидели и слушали апостол. Потом сказали, встаньте, стойте прямо, услышим Святого Евангелия. Они встали и стоят. Послушали Евангелие, потом опять могут садиться или стоять дальше. То есть там у нас даже в службе есть возгласы, которые предполагают, что нужно сидеть. Потом нужно встать. Есть возгласы, которые предполагают, что нужно закрыть дверь и никого не выпускать. Двери, двери, премудростью и вон. Значит, декана должны подойти, закрыть дверь на замок, чтобы никто больше не входил и не выходил. Кто опоздал, тут не зайдет, кто зашел, тут не выйдет. Все. Я думаю, что это придет к нам, тогда служба должна быть полной. На службе положено читать много поучений. Если у нас все чтения в церковь ввести, из синоксарии, из житий святых, из пролога, плюс проповеди, то нам придется садиться в храме, потому что мы не выстоим этого всего. Так что здесь это все такое живое, знаете, оно все дышит. Вопрос не в том, что ставьте лавки, садитесь, как бы сидите. Нет, сегодня, например, мы не садимся. Сегодня служба короткая, часик будет всего лишь, сегодня никто не садится. Завтра будет длинная всеночная, там, 4 часа. Будем садиться, но опять-таки там, где мы скажем, там и сядете. То есть там дьякон выходит, там, садимся. Потом там, премудрость, там все, должны все знать, когда вставать, на каких возгласах, встаем, и так далее. То есть это требует такой работы с паствой, чтобы народ знал, чтобы не так было. Один сел, другой лег, вообще, третий, вообще, там, это, да, это будет безобразие. Все, что нужно в церкви ввести, предполагает повышение дисциплины. Нужно, чтобы священник постоянно учил людей, рассказывал, что, как, вести себя и все. Чтобы любой чужой, который зашел, который не знает этого, чтобы он посмотрел на других, делал так, как они. Так что при таком дисциплинарном подходе нам можно и лавки поставить. Но нужно тогда будет больше служить, больше читать, больше проповедовать, больше поучений всяких таких, чтобы в церкви было, во время которых предполагается сидение слушающих. Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Светлана. Я из Москвы, работаю в сфере телекоммуникаций. Я была очень приятно удивлена, когда увидела в храмах Черногории очень много икон нашей царской семьи. И также иконы Матронушки. Как вы считаете, ведь это очень помогает сближать народы православные России, Черногории, я думаю, что... Да, но Черногорская церковь это сербская церковь. То есть там есть свой раскол. Там есть черногорцы, которые говорят, мы не сербы, мы черногорцы. А есть те, которые говорят, мы сербы и церковь наша сербская. И вот те, которые сербы и церковь их сербская, они чтут государя императора. Там было, как вы знаете, первое явление нерукотворного образа. Там при росписи храма одного, кажется, на Жичи. И Николай Велимирович, епископ Жичский и Ахридский, был первым инициатором канонизации Николая. Кстати, он же был инициатором канонизации Яна Кронштадтского. То есть Яна Кронштадтского канонизировали по инициативе сербского святого владыки. Они любят государя императора, потому что помнят Первую мировую войну, когда Россия, собственно, ввязалась в ненужную ей войну из-за братского сербского народа, по сути. Нам не нужна была Первая мировая. Да даже можно было бы говорить, что это некая геополитическая, стратегическая ошибка, потому что она обескровила народ и подготовила революцию Первая мировая. Однако мы вступили из-за сербов, и сербы это помнят, и благодарны за это нам. И они очень почитают императора. В Белграде есть улица царя Николая, кстати, я видел его собственными глазами. А со всеми теми христианскими народами, которые есть, с ними можно подружиться через святых. Стоит тебе знать какого-то любимого святого в этом народе, все. Это мостик дружбы к сердцу человека, если, конечно, у него в сердце есть что-то святое. С любым христианином можно подружиться на теме тех святых, которых он любит. Моё имя Олег, работаю программистом, у меня вопрос такой. Допустим, человек оказался по какой-либо причине за границей. Вот в этой области, в этом районе, где он проживает, там нету православных церквей. Но есть христианские церкви, других конфессий. Вот интересует ваше мнение, как быть такому человеку, как правильно поступить, чтобы это было по воле Божьей. Бывают такие ситуации, когда нету рядом православных церквей. Иногда нужно в воскресный день промолиться по четкам. Ну, то есть, имея в виду Евангелие, там, скажем, или Псалтирьку, там, в положенное время, отчитать обедницу, там, или помолиться, как можешь, в воскресный день. По моему личному опыту, я, бывая за границей, всегда захожу в христианские храмы. Католические, лютеранские. И причащаться там нельзя. Нельзя. Так, пока местах наша жизнь сложилась, уже давно это разделение существует. У нас нет евхаристического общения с католиками. Раз церковь нам так сказала, значит, так пусть будет. Как будет дальше, будем видеть. Поэтому причастие, интеркоммунион так называемый, причастие наше у них, их у нас нету. Но прийти в храм Божий помолиться, побыть на службе у них, я не вижу в этом ничего плохого. У меня был опыт такой, очень трогательный для меня. Католическое место в церкви Сан-Евстаж в Париже. Современный город, грехами кипящий. Там такой злачный квартал такой. И огромный храм святого Евстафия. В этом огромном храме, место там было на месте, человек в три раза меньше людей, чем у нас здесь сегодня. Один какой-то мальчик китаец, один старичок француз, одна бабушка, одна студентка там. Какой был срез такой, общество такое. И священником был араб. И они служили мессу. И постоянно хлопали двери, заходили, выходили туристы. Священник постоянно вздрагивал от этого хлопка дверей. А туристы заходили там, немцы, французы, всякие итальянцы. Русских, кстати, не было. Разговаривали по мобильному телефону, не снижая голоса. Не снимали шапок, жевали жвачки, ходили там мимо этого алтаря туда-сюда. У меня было ужасное чувство, что нахожусь в каком-то гетто, какая-то месса перед концом света. Мне было так жалко этих французов. За стенами этого древнего храма кипит грехом город. Внутри этого древнего храма собрана котом наплаканная капелька людей, которые постоянно вздрагивают от того, что в этот храм заходят какие-то чужие люди, которым храм не нужен, и молитва тоже не нужна. Они громко разговаривают, оруют, кричат, как дикари какие-то такие. Если бы они побили бы этого священника, разогнали бы всех, никто бы их не защитил. Кругом рядом нет ни полиции, никого. Это была такая яркая картинка апокалипсиса такого, что вот это умирающее христианство в городе греха. Это очень ценное было место для меня. Причем я стоял на этой мессе, я не могу сказать, что это пустая служба. Я скажу вам, что я прочувствовал эту службу их, и прочувствовал их великое унижение. Мне было ужасно их жалко. Мне даже сейчас прям плакать хочется, когда я эту мессу вспоминаю. Это был ужасный контраст. Это был очень хороший опыт. Я благодарен Богу. Я не шел на мессу, я просто пошел в храм посмотреть. Потому что мои глаза открылись, например, на то, как же тяжко жить настоящему христианину во Франции, вот, например, вот сегодня. По случаю я взял в руки недавно книгу Франсуа Мариака. Это известный нобелевский лауреат по литературе. И у него книжка, он был всю жизнь таким ревностным католиком. Под старость написал книжку «Во что я верю?» О своем отношении к Христу и Церкви. И он там пишет, какие тяжести испытывает обычный набожный рядовой католик в современной Франции. Какая атака на веру ежедневная. Как тяжело веру хранить современному человеку. Он там много об этом с любовью, с тревогой пишет. Так что, мне кажется, все это, конечно, должно быть понятно и русскому сердцу тоже. Что проблемы итальянцев, проблемы французов, проблемы англичан это ведь не только проблемы их, это наши проблемы тоже. Потому что все равно, как бы то ни было, мы представляем собой некое единое человечество. Так что, если вам придется быть где-то далеко от Родины и православной церкви рядом не будет, в воскресенье, вы можете пойти там, где есть христианская служба. Не причащаться. Но посмотреть, подумать. Ваше сердце что-то почувствует новое. Вы что-то поймете. Вы как-то полюбите этих людей. У вас как-то откроется душа к тому, чтобы понимать всякого человека. Я думаю, так должно быть. Ну что ж, тема, конечно, широкая, как море. И такая же, собственно, глубокая. Православие сегодня есть везде, в разном качестве. Оно все-таки присутствует на всех континентах. Но и надо, чтобы оно было сильным, красивым. Как мы уже сказали, сегодня играло всеми цветами радуги. Чтобы храмы были открыты, и заходили в них и чернокожие, и желтокожие. И чтобы православие было не религией белых людей, живущих на европейском континенте. Привычно православных, типа сербы или русские. Чтобы православие было верой всех людей, живущих на земле. Такая грандиозная мечта есть у меня. И пусть она будет у вас тоже. Спасибо.